всем привет сегодня мы с вами посмотрим один вилловый поселок который лично мне сразу вообще запал в душу я когда первый раз сюда приехал посмотрел какие здесь два говорю просто бомба дизайн внешней бомбы ну сами посмотрите красотища какая не знаю скандинавский этот стиль европейский да по мне хоть порториканский выглядит очень красиво расположение у него очень удачная поэтому начинаем знакомить вас с очередным поселком лет сгол инфраструктура здесь вынесена практически в самое начало поселка буквально он в 40 метрах от въезда на территорию здесь поставили небольшой бассейн это детский лягушатник или за этом сантиметров 40 50 глубина и обычный взрослый бассейн и еще рядышком здесь находится также детская площадка в этом поселке три типа домов мы сейчас находимся в доме который является средним по размерам здесь 272 квадрата площадь земли и 243 квадрата площадь самого дома здесь у нас три спальни два этажа на первом этаже здесь парковочное место причем на два автомобиля зал и кухня через кухню пройдет пройдем что хочется сказать дома продаются без мебели то есть идут стены и окна проводкой все коммуникации прочее но не будет кухни не будет телевизоров и прочего весь этот пакет от застройщика стоит полтора миллиона наверное дорого но решайте сами на мой взгляд это самый уютный самый удачный дом который я видел вообще за все время в паттайе часто бывает либо перебор либо ставят там дорогое да но непонятно абсолютно для меня красное тиковое дерево или вообще перебор прямо с элементами декора где-то хрусталя или блесок очень много любят наставить но здесь прям выглядит все просто по-домашнему вот такое чувство как будто это дом моя мама проектировала дело дизайн потому что ну вот я чувствую себя здесь прям как у себя в хабаровске ладно пошли гулять первое впечатление о доме 150 процентов положительное вот как все меняет когда есть обои часто делать у нас поселке просто стенах по белке здесь вот я еще сейчас на второй этаж поднимся там ламинат как у меня дома кухня самая главная комната в любом доме после спальни естественно сделано все очень мило ну вот прямо по-домашнему вообще я не знаю конечно кто был дизайнером этом проекте но почему-то кажется что это люди которые смотрят очень много европейской недвижимости или ну что-то такого западного потому что это кардинально отличается от того дизайна того ремонта который предлагают всегда тайские застройщики хотя это на сто процентов тайский застройщик кухня сделано очень приятно все эргономично техника аккуратно я даже не знаю что это за бренд а нет я знаю но я таких моделей ни в одном из проектов не видел заморочились ребята по полной даже вот плитка есть и газ есть электричество вытяжка сама даже просто цветовая гамма но здесь реально приятно находиться очень много шкафов полок я думаю здесь можно спрятать вообще все и вся здесь есть вот даже как маленькая барная зона пришли к тебе друзья ну-ка иди с той стороны встань типа ты друг пришел в гости пришел с друзьями поставил он здесь какой-нибудь стульчик барный сидите что-то обсуждаете пьете чай так здесь шкафов нет здесь у нас взгляну выход на задний двор там ничего нету толком но сделано просто бомба сегодня у нас на обед фиалочки мне очень нравится что в этом доме стеклянных дверей огромное количество дом очень светлый мы часто когда делаем видео для вас используем искусственное освещение которое есть домах но здесь мы ни одной лампы не зажгли потому что но в этом вообще нет никакой потребности хотя освещение сделано интересно покажи как спрятано как спрятаны торшеры эти казалось бы вроде неохота жить в аквариуме чтобы на тебя все смотрели но мы сейчас находимся в шоу-руме и поэтому здесь вот открытая площадка перед нами по факту у каждого дома есть забор забор высокий но метра наверно 220 230 вас никто не увидит не переживайте это у нас судя по всему самая маленькая спальня и судя по всему тут будет жить ребенок он поставили даже какие-то игрушки все в шкафах пользуйся не хочу я то что шкафов много это вообще здорово это проблема любого дома могу только добавить что здесь очень клёвый ламинат на первом этаже везде у нас плитка была на втором постелили ламинат и я вот такое покрытие гораздо больше понимаю чем часто используют там дорогой тиковое дерево или другие породы деревьев может быть я просто еще не настолько взрослый чтобы разбираться в этом но здесь находиться приятный даже просто ходить по этому полу кайф идем сюда душевая туалет и еще одна спальня чуть побольше есть балкончик маленький опять же много окон очень много света здесь рабочие рабочий уголок зеркало и опять шкаф тут естественно тоже и здесь какие-то полочки прикроватные есть тумбы здорово мастер bedroom судя по всему дальше вот реально круто сделано вот без всяких как это блесок без всяких страз просто сделали поставили вот зеркала красивые их оформили кого-то это дерево какой-то ну клево же смотрится спальню хозяйскую ставим сам конец сейчас глянем душу подожди далеко не уходи это опять шкафы гардеробы гардероб 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 все шкафах туалетный столик для косметики для всяких дел так душ опять две раковины последнее видео всегда когда снимаем всегда попадается если это дом обязательно две раковины ну наверное в этом есть какой-то прикол мне пока что непонятный но смотрится здорово вообще слова сказать я могу плохого идем спальню здорово что в доме нет никакой помпезности вот это знать в стиле ренессанс или там тайско-балийский декор и прочее сделано по-простому и очень приятно оформлено все я даже не знаю что комментирую потому что здесь все так вот но нейтрально сделано правда двери наверное можно было бы чуть по удачнее поставить ну это наверное не самое главное есть балкон у нас метров наверно 8 квадратных вот это же я просто представляю как ты такой просыпаешься в таком доме хозяин посадишь играет бах или вагнер наливаешь чай берешь газету смотришь там индекс nasdaq там в голубых фишках вышел там плюс четыре процента хорошо я даже слов подобрать не могу где не понаходили все вот эти декорации вот эти вот пальцы можно от пальцы загнуть и и показать большой палец это типа круто здорово по цифрам у нас здесь картина будет следующая самый недорогой дом площадью 240 квадратов земля и 205 квадратов сам дом будет стоить 4 миллиона семьсот девяносто тысяч бат но не забывайте что это без диванов телевизоров то есть только со встроенной мебелью пакет как я уже сказал стоит полтора миллиона пакет мебели декораций и штор всего что видите в шоуруме плюс полтора дом где мы сейчас находимся он больше и он у нас стоит 5 миллионов семьсот девяносто тысяч бат дом который смотрим следующий стоит потом скажу сколько стоит пошли его смотреть это будет самая большая планировка в этом поселке как я и говорил есть три основных типа это самый большой 320 квадратов земля 297 квадратов сам дом но не знаю как вам а я сделал вывод на сегодня что это самый лучший поселок за те деньги за которым продается который я знаю в паттайе но на вкус и цвет конечно все люди разные но лично для меня вот то мебель то техника тот декор весь ремонт который здесь сделан очень нравится вот это прям тот стиль который в котором я бы сам бы хотел жить и в котором я бы хотел обустраивать свое жилье даже вот эти вот столы ну просто бомба они поставили стеклянные столы поставили сюда зелень вот лучок растет поэтому смотришь футбол лук и ешь я не знаю зачем конечно но выглядит эффектно просто бомба вот это отдельная тема сейчас вы сюда подберемся начнем с кухня тут опять для гарри поттера вы знаете там под лестницей здесь должен стоять большой холодильник представим что он есть кухня опять же есть электрическая есть газовая плитка все тоже самое посудомощная машина будет нет ладно докупим салонки какие-то и стильные просто самурайский какой-то стиль здесь точно все очень красивым опять же вы помните вот эти супер практичные окна если что-то плохо приготовил то сразу собаки идем далее но все красиво вот все хрусталь для винишка полки для красного конечно белому здесь белый должно быть в холодильнике ну-ка может здесь холодильник есть какой-нибудь не холодильником мне здесь не поставили ну ладно а тут тоже нет но я думаю вполне реально поставить какой-то мини-бар для белого вина здесь опять как вообще вот я даже не знаю почему сделали вот здесь ну как барную стойку или как что это назвать с обратной стороны вам дадут стулья ну барные стулья вот у меня ощущение что вот предыдущий дом он реально семейный а вот этот этот дом где должен жить молодой парень он больше такой какой-то ну как тусовочный то есть мне кажется когда у тебя находится столовая прям вот ну по факту у входа у бассейна это предполагает то что ну ты навряд ли обедаешь в кругу семьи скорее всего к тебе часто приходят друзья и вас по факту вообще не парит где кушать ты можешь друзья есть у бассейна в на кухне в зале здесь не совсем по семейному но выглядит сто процентов современно сто процентов стильно еще один зал на первом же этаже но только тот был такой более компактный там наверно больше посидеть телевизор посмотреть если ты что-то готовишь на кухне а здесь уже прям можно вечером посидеть посмотреть кино или семьей с друзьями без разницы здесь вот есть бассейн например если там дети или друзья твои купаются ты сидишь смотришь кино или читаешь книгу на здесь реально очень приятно находиться вот просто даже не хочется отсюда уходить я не помню чтобы я испытывал такого при просмотре какой-то недвижимости но это прям вот такой объект который в душу запал мне вообще бесповоротно даже вот такие мелочи как столы но все сделано очень красиво все эти декорации подобраны прям вау я хочу познакомиться с дизайнером который делал этот проект и макеты всех этих домов здесь раковина и и душевая с туалетом вот эти штучки прям уважаю когда-нибудь технологии дойдут до я надеюсь что доживу до тех времен чтобы мы научились передавать запахи для вас потому что запахи которые есть в хороших проектах это просто бомба и 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 в и и и остав и и и красивая полка выглядит очень стильно тут у нас что это вот яркий пример того как нужно использовать бесполезную площадь сделать просто здесь встроенный шкаф который даже вот незаметно хотя он глубокий я целиком мне кажется туда в длину по ее помещусь здесь еще что-то не совсем понимаю что ну очередной шкаф но сделано все очень красиво тут все стандарта мы уже видели это все во всех предыдущих планировках опять элементы декора на стены они меня просто умиляет там более зеркала обитое деревом здесь вот такие вот штучки какой-то металлический гербарий и туалетный столик есть маленький балкон пока что все похоже на предыдущий дом ну здесь просто должен быть офигенный мастер bedroom я надеюсь они сейчас оправдают мои ожидания но у меня уже заканчивается словарный запас я уже даже не знаю как хвалить всех этих ребят но это реально бомбы вот то что они сделали даже вот эти вот перегородочки все захотел у тебя здесь коридор не захотел открыл у тебя прям вот ну гораздо больше пространства здесь у нас что большой шифонер здесь с двух сторон шкафы 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 все в шкафах здесь прям полноценная гардеробная здесь ванна даже смесители очень стильная нету никаких краников сенсоров тоже нету есть просто чик просто стиль в каждой детали тумба деревянная непонятно для чего вот еще раз еще один момент когда строите дома маленький совет застройщиком всегда ставьте ванны в мастер бедрумах потому что они крайне редко в таиланде встречаются только в хороших прям проектах или дорогие гостиницы как правило поэтому в дома сто процентов надо стать ванны потому что когда живешь здесь долго рано или поздно ты начинаешь по ней скучать а здесь ну-ка что за жалюзи обожались и просто на улицу окей и душ я думал она будет больше но да они просто много места отдали под гардероб под ванну комнату но все равно опять же настенные декорации супер стильная неплохо смотришь на шкафы здорово все очень красиво очень стильно опять вот есть чайничек все на месте блин ну самое прикольное что этот дом он стоит всего на миллион дороже чем предыдущий то есть его стартовая цена 6 миллионов 790 тысяч бат давайте даже добавим сюда полтора миллиона за всю мебель чтобы получить вот так вот как это здесь и что у нас получится 7 миллионов 8 8 298 миллионов 300 тысяч бат за дом с тремя спальнями в два этажа с бассейном который находится недалеко который находится по факту в пределах города в паттайе но это это реально крутая цена сто процентов крутая цена и качество здесь отделочных работ материалов мебели всего сто процентов стоит этих денег очень часто бывает так что мы снимаем объекты стоимость которых завышен но она очевидно завышена на это но здесь на 150 процентов все что вы увидели стоит этих денег на мой взгляд это один из самых удачных проектов крайней мере вилловых которые я видел не только фото и но и в принципе во всем таиланде 3 г япончики натуральная красотища по поводу обслуживания важный вопрос многие подумают что наверное этот дом содержать будет очень дорого какие-то космические суммы нет здесь реально один из самых недорогих но как называется maintenance обслуживание которое я встречал вилловых поселках вот обслуживание вот этого дома большого где мы сейчас находимся в год будет обходиться 24 тысячи бат предыдущий дом он чуть поменьше земельный участок поменьше ну и соответственно размер этой выплаты тоже меньше 20 тысяч 400 бат вполне адекватные деньги за ту инфраструктуру за это местоположение из-за этот поселок а ты представь как это все еще выглядит ночью когда горит вот эта вся красивая подсветка горит бассейн из дома какой-то свет идет просто бомба поэтому трясущимися руками срочно набирайте нам телефон пишите нам ватсап звоните на почту 60 домов забирайте все сразу вот на сегодня с вами прощаюсь не забывайте подписываться на наш канал ставить лайки и комментарии все эти вещи кидать это видео своим друзьям близким а на сегодня все пока пока